В 50-х и 60-х годах В системах автоматического управления использовались релейные схемы. Каковы недостатки релейных схем 50-х и 60-х годов? Это возможность выполнения только элементарных операций, что приводило к сложной и дорогой схеме управления даже для реализации небольших алгоритмов управления. Управляющие схемы, собранные на реле, занимали много места. Реле потребляли много энергии. Значительная доля потребляемой энергии преобразовывалась в тепло, а чрезмерное тепловыделение приводило к перегреву схемы. Сложность модификации схемы при изменении алгоритма работы, сложность поиска неисправности при выходе одного или нескольких элементов схемы из строя, низкая надежность схемы. Основные принципы, которые легли в основу разработки первых программируемых логических контроллеров – упрощение конструкции управляющей системы, увеличение надежности и долговечности, улучшение эксплуатационных качеств управляющей схемы, быстрое изменение логики работы. В 1968 году были сформулированы впервые требования к стандартному контроллеру. В 1969 году был создан первый коммерческий продукт – программируемый контроллер. В 1970-е годы первый патент на программируемый логический контроллер был получен корпорацией Айлен Брэдли. На этом слайде мы видим упрощенную схему программируемого логического контроллера. Программируемый логический контроллер имеет несколько входов и несколько выходов. Входные сигналы подвергаются программной обработке. Состояние выходов записывается, и на выходе мы имеем соответствующий сигнал. Входы и выходы могут быть дискретные. Дискретные предназначены для ввода-вывода информации от различных дискретных датчиков и устройств в виде параллельного кода. Входы и выходы могут быть специализированные, предназначены для работы с конкретными специфическими датчиками, требующими определенных уровней сигналов, питания и специальной обработки. Также входы и выходы могут быть аналоговые, предназначены для ввода-вывода непрерывных сигналов, уровней напряжения и тока, соответствующих некоторой физической величине в каждый момент времени. Программируемый логический контроллер, PLK или PLC, это программно-управляемый дискретный автомат, который имеет некоторое множество входов, подключенных посредством датчиков к объекту управления, и множество выходов, подключенных к исполнительным устройствам. Программируемый логический контроллер предназначен для работы в режиме реального времени, в условиях промышленной среды и должен быть доступен для программирования не специалистам в области информатики. Функциональные возможности. Сбор информации из первичных датчиков состояния объекта, измерение параметров, логической и цифровой обработки сигналов по задным алгоритмам, выдача управляющих воздействий на технологическое оборудование, область применения PLK, промышленность, энергетика, транспорт, связь, коммунальное хозяйство, строительство и другие. Основные достоинства PLK. Переносимость программ благодаря стандартизации языков программирования, широкие функциональные возможности, возможность быстрой замены, простота эксплуатации, простота программирования, режим реального времени, ремонтопригодность, надежность в условиях промышленной среды, возможность системной интеграции. Режим реального времени. Режим реального времени может быть... Видео маруза ларинта я в лапах. Так? Да? По расписанию вас, что ли, здесь? По расписанию? Режим реального времени может быть режимом жесткого реального времени, и мягкого реального времени. Режим жесткого реального времени. В этом случае существует временной порог, при превышении которого наступают необратимые катастрофические последствия. Режим мягкого реального времени. С увеличением времени управляющей реакции ухудшаются характеристики системы. Система может работать плохо или еще хуже, но ничего катастрофического с ней не происходит. Время реакции программируемого логического контроллера. Время реакции системы. Это и есть время реакции программируемого логического контроллера, плюс время реакции датчиков и механизмов. Цикл сканирования состоит из чтения входов, исхода управления программой, установки выходов, и сюда входят также прочие фазы. Программируемые логические контроллеры могут быть моноблочными, могут быть модульными и могут быть распределенными. Модули расширения программируемых логических контроллеров. Множество модулей расширения специального назначения делятся по типам на следующие группы. Источник опорного напряжения, модуль расширения входов, модуль дискретного ввода, модуль аналогового ввода, модуль расширения выходов, модуль вывода дискретных сигналов, модуль вывода аналоговых сигналов, интерфейсные модули и другие. Системное программное обеспечение Контролирует аппаратные средства программируемых логических контроллеров, отвечает за тестирование и индикацию работы памяти, источника питания, модулей ввода-вывода, интерфейсов, таймеров и часов реального времени. Составной частью системного программного обеспечения является система исполнения кода прикладной программы. Код системного программного обеспечения расположен в постоянном запоминающем устройстве и может быть изменен только изготовителем программируемого логического контроллера. Прикладное программное обеспечение создается пользователем программируемого логического контроллера при помощи системы программирования. Перепрограммирование может быть многократным. Код прикладного программного обеспечения размещается в энергонезависимой памяти. Инструменты комплексов программирования программируемого логического контроллера могут быть следующие. Это встроенные редакторы, классические ассемблеры и компиляторы для перевода текстов в код. Текстовые редакторы. Быстрый ввод текстовых элементов. Автоматическое обновление переменов. Проверка синтексиса и автоформатирование ввода. Автономерация строк. Графические редакторы. Автотрассировка соединений компонентов. Автоматическая расстановка компонентов. Автономерация цепей. Произвольное масштабирование изображения. Средства отладки. Унифицированный механизм соединения с ПЛК. Выполнение программы в режиме реального времени. Остановка. Сброс ПЛК. Мониторинг значений переменных. Пошаговое выполнение программы и т.д. Средства управления проектом. Создание и удаление компонентов. Настройка транслятора. Управление библиотеками. Документирование проекта. На работу программируемых логических контроллеров влияют температура, влажность, удары, вибрации, коррозионно-активная газовая среда, минеральная металлическая пыль, электромагнитные помехи. На этой схеме представлена интеграция программируемого логического контроллера в СУТП. На этой схеме мы видим трехуровневую систему промышленной автоматизации. На нижнем уровне которой расположены датчики исполнительные механизмы. На втором уровне находятся программируемые логические контроллеры с сенсорной панелью. И третий уровень у нас это автоматизированное рабочее место оператора, центральный пульт управления, откуда осуществляется связь проекта. И пакет прикладных программ SCADA осуществляет визуализацию, расчеты, выполняет отчеты и архивирование данных. На этом слайде мы видим программируемый логический контроллер, который состоит из нескольких модулей. Так, характеристики. На этом слайде данные характеристики программируемого логического контроллера. Условное обозначение модулей. Модули процессорные. Обратите внимание, процессорные модули. Имеет следующее обозначение. Модули дискретного ввода. Обратите внимание на обозначение. Модули дискретного вывода. Модули аналогового ввода. Интерфейсные модули. Источники питания. Коммутационные панели. Обратите внимание на обозначение. ПЛК могут быть универсального типа и специализированные ПЛК. Спасибо за внимание. Продолжение следует. Подписывайтесь на вашulk. Ураги. Продолжение следует...